Так, что это вы здесь делаете? А, так, на тебя обзор снимать будем. На меня? Обзор? О, да. Пришла твоя очередь. А, обзор? Да, иди сюда. А, ну ладно. Итак, всем большой привет, с вами Дневная Фуре, и сегодня мы делаем обзор на... Кажется, меня. На тебя! Итак, что я могу сказать про эту фигурку? Она, кажется, больше, чем я. Она намного больше, чем я. Я какая-то маленькая. А, у нее... Ай. У нее открывается пасть. У нее двигаются крылья. Эй. Эй, что у вас здесь происходит? Так. Нет, так дело не пойдет. И еще у нее двигаются крылья. Что происходит? Так, так, так. Стоп, стоп, кадр. Так, Немная Фуре, иди отсюда. Я тоже в обзоры хочу участвовать. Так, ладно, окей, ты тоже будешь... А пока что в кадре только Роза. Чей хвост? Аааа. Все, все, все. Всем большой привет, с вами Лунная Дракониха, и добро пожаловать на мой канал. Итак, сегодня у нас будет обзор на Дневную Фуре. Нет, не на эту Дневную Фуре, но где уже был обзор, а на Дневную Фуре от фирмы Playmobil. На самом деле, изначально я не планировала записывать этот видос, но потом подумала, что все же я смогу вам рассказать много интересного, ну и почему бы и нет. Так что, сегодня сделаем обзор. Итак, погнали! И да, кстати, первым началом данного видоса не забывай поставить лайк, особенно если тебе понравился видос, и подписаться на канал, и также нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового видео. Итак, я думаю, мы можем начинать. Итак, Роза приглашается в кадр. А, кстати, да, сегодня опять новый фон. Это пушистый розовый коврик, мне он очень нравится. И, кстати, тут намного больше места, поэтому, чтобы нам всем было удобно, сегодня снимаем здесь. Ну и, конечно же, мой любимый домик, самый новый, я обожаю эту пещерку. Погнали! Итак, Роза вылетает в кадр, и сегодня видос посвящается именно ей. На самом деле, появилась она у меня очень внезапно, но скажу так. Есть фирма Playmobil. Это фирма больше, которая делает конструкторы, именно конструкторы. Но также она выпускает вот такие вот фигурки. Я не могу судить именно фирму Playmobil в целом, потому что у меня никогда не было от фирмы конструкторов других фигурок. И у меня есть Беззубик, на которого, кстати, был обзор, я могу оставить подсказочку вот тут, и можете посмотреть. И, в принципе, интересный обзор получился. До этого момента, когда Беззубика у меня не было никаких вообще фигурок от Playmobil, но могу сказать, что фигурка Беззубика меня тогда порадовала своими функциями. Конечно, нашлись недостатки, но в основном фигурка была классная, достойная, и тем более она стоила для меня вообще недорого. То есть, почему бы и нет, Беззубик был классный. Но, вот, как мое мнение, далеко не все драконы фирмы Playmobil действительно достойны. Там не такая большая линейка фигурок, но, однако, есть там, допустим, Беззубик в гоночном окрасе, Беззубик в обычном окрасе, но есть, в принципе, гоночные варианты каждого дракона. По-моему, каждого. Ну, так вот. И мне лично нравятся далеко не все фигурки. Они не все функциональные, и, как я знаю, функции имеют только Дневная Фурия и только Беззубик. Остальные, по-моему, просто подвижные фигурки. И именно по стилистике, мне кажется, вот, драконы, которые действительно удались, это Дневная Фурия, Беззубик и Сарделька. Вот, может быть, я прикреплю фото Сардельки, она тоже, в принципе, достойна, у нее милое лицо, она похожа на Сардельку, и вообще фигурка достаточно крупная и классная. Ну, а что насчет Кристеголова, Ужасного Чудовища и Гамги для фирмы Playmobil? Вот, лично мне эти фигурки не зашли вообще, именно по своему стилю, и тем более, они нефункциональны. Но по поводу функции я могу сейчас ошибаться, я не помню, делают они что-то или нет, но, по-моему, нет. И самое классное, как по мне, это именно драконы, потому что в комплекте в этих наборах обычно идут всякие аксессуары, всадники, овечки, еще рыба, ну, в общем, такое. И мне кажется, что вот эти вот аксессуары, они очень классные для игры, но для коллекции в основном это вот только драконы. Потому что всадники там прям очень мультяшные, они, ну, совсем не такие, как от фирмы Спинмастер. Но при этом Playmobil это тоже очень достойная фирма, хотя она и не выпускает именно коллекционных фигурок, но, как бы, она делает качественные игрушки, это, по-моему, немецкий производитель вообще, и он достаточно распространенный. Но я могу сказать, что драконы от Playmobil они стоят на втором месте, потому что тут вообще от каких-то крупных фирм, которые делают фигуры типа КПД. Это вот Спинмастер, потому что там очень большое разнообразие всего. И Playmobil, потому что тоже вещи достаточно качественные. Ну, а какие-то поддельные фильмы, которые выпускают поддельные фигурки, я считаю, конечно, не буду. Я говорю только о действительно качественных вот таких вот фигурках. Ну, и поэтому, да. Что могу сказать по поводу этой дневной фурии? Она большого размера, то есть она прям значительно больше, чем фигурка о Спинмастер, допустим, вот подвижной дневной фурии. То есть они прям очень сильно отличаются по размеру. И, кстати, по их вот монточкам они тоже абсолютно разные, и в какой-то степени даже вот эта более прикольная. У нее есть даже чешуйки, вот по чешуйкам, да, это очень клево, что сделали. И крылья к крыльям не двигаются, но, скажу честно, вот с крыльями есть большой недостаток. Они вываливаются, если дневная фура упадет даже с небольшого, с небольшой высоты, у нее эти крылья просто отвалятся. Но не в смысле, что они вообще отвалятся. Их нужно будет вставлять. Оставляются они очень туго, и это значительный минус, мне кажется, что очень тяжело ей эти крылья постоянно вставлять туда-сюда. Потому что механизм этот, он как бы прочный, но именно под защелки вводятся они туда очень тяжело. Так же у нее двигаются все лапки. Ну, все, в смысле, их четыре, и все они двигаются. Здесь у нее, зачем какие-то... Зачем ей вообще эти отверстия нужны? Я не понимаю, то ли им тут пластика не хватило, чтобы залить ноги, то ли что. Я не знаю, зачем эти отверстия нужны. Но, ладно. И фигурка абсолютно полностью пластиковая. То есть, кстати, да, в чем отличие ее от фигурки? Спинмастер. У этой Нью Найфурии резиновые лапки. Они отличаются по материалу. И резиновый хвостик, он очень приятный. Такой вообще на ощупь его приятно даже так вот гладить. То есть, он резиновый. Само тело пластиковое. Эта Нью Найфурия полностью пластиковая. У нее не гнется хвост, он тоже пластиковый. И вот лично мне не хватает, чтобы эта Нью Найфурия была с такими резиновыми деталями. Но, наверное, это я просто привыкла к фигуркам от Спинмастер, которые добавляют резиновые элементы. То есть, будь это шипы, хвост, там, ушки, может даже. И вот это мне как-то приятнее. Но, кстати, по поводу вот ее мордочки. Она достойная, она классная. Она открывается. Здесь есть специальный механизм для стрел. И к ней в комплекте идут три стрелы. Но у меня их нету, потому что это просто Нью Найфурия. Она без каких-то дополнительных плюшек. И, к сожалению, я вам это показать никак не смогу. Потому что ни одна из моего огромного количества стрел драконов... У меня достаточно много стрел. И мне казалось, что какая-то из них точно должна подойти. Но, видимо, у нее здесь какой-то уникальный механизм. И для нее вообще вот такие вот маленькие стрелы есть в комплекте. Но, видимо, никакие больше не подходят, к сожалению. И, кстати, стрела от Беззубика Плеймобил тоже ей не подходит. Потому что здесь у нее вот эта вот часть, по-моему, даже меньшего размера, чем у Беззубика. Так что, увы, показать не смогу. Также достаточно большой плюс. Это, опять же, то, что она большая. Это крупная фигурка. Очень классная по детализации. Но, опять же, у нее вываливаются крылья. И, кстати, у нее верхние черепашки тоже снимаются. Либо же отваливаются. И, по-моему, эта проблема происходит не только у меня. Да и вообще у многих фигурок от фирмы Плеймобил, в том числе драконов. Что если они упадут, у них отваливаются верхние части крылья. И также проблема непрочного пластика на коготочках. То есть, как бы, есть свои недостатки. Я не знаю, насколько они существенные. И, как бы, с крыльями для меня это главная проблема. Но, если вот так вот взять эту фигурку, поставить на полочку и не трогать, это вообще замечательно. Но, мне кажется, если активно ее использовать, не ее играть, то эти крылья будут отлетать. И, ну, это не очень удобно. Но зато плюс, что вот эти вот крепления сломать действительно нереально, мне кажется. Они там настолько прочные. Они выполнены из пластика и не сделаны достойно. То есть, мне кажется, что крылья у него точно не сломаются. Так же, как и ее голова, потому что она у нее, как бы, не совсем цельная. Она разбирается. И, мне кажется, так же, как и вся остальная фигурка. То есть, она сама по себе прочная. Прям продуманная, классная. И вообще за это лайк. Вот, надежно. Так же я хочу обратить вообще внимание на ее крылья. Они выполнены с прожилками. То есть, вот они даже объемные. Рельефные. И вот на вот этот вот гребешок он тоже классный. И хвостик. Хвостик тоже у нее такой рельефный. Вот эта часть пластиковая. Тут тоже вот такие вот штучки есть. То есть, в целом, даже с детализацией все очень даже неплохо. Ну и голова. Да, голова это вообще головная. Голова у нее классная. И легко открывается вот эта вот челюсть. Вот так. Так же, мне кажется, было бы классно, если бы данные фигурки сделали бы подвешные крылья. То есть, чтобы они вот так как-нибудь поднимались, опускались. А не руками, допустим, как вот в этой вот версии. Мне, в принципе, нравится вот эта функция, как она опускает крылья. Но, опять же, она не совсем надежная. А вот у этой крылья точно не сломаются. Они вечные. Но, конечно, вам постоянно придется вставлять ей эти крылья. И они также могут выпадать. Ну, потому что сейчас я попробую даже показать. Эти крылья достаточно легко снять, на самом деле. И здесь вот такой вот механизм. И вот это такой шарнир. Он тоже полностью пластиковый. И он прям, ну, надежный. И эти крылья у нее вставляются вот именно со щелчком. И нужно вот эту штучку настроить как-то определенным образом, чтобы ей это еще и вставить. И должен быть щелчок. Кажется, я это сейчас даже не вставлю. Все. Крыло защелкнулось. И вот крепление держится. То есть, на самом деле, механизм достаточно простой. Ничего такого там нет. Но, окей. Крылья хотя бы так держатся. Они не выпадают. Это уже хорошо. Так же вот для сравнения с фигуркой от Spin Master. Вот что мы имеем. Эта дневная фура полностью белая. Кстати, есть такая же версия, только вот такого перламутрового цвета. У меня она просто белая. И здесь очень даже виден цвет и разница тоже. У этой дневной фурии чешуек нету. То есть, она полностью гладкая. А вот эта с таким вот рельефом, он чувствуется даже пальцем. Ну, и также отличия в размерах. Это тоже очень сильно видно. Мой вывод следующий. Это, в принципе, замечательная фигурка. У нее есть недостатки. Но я не знаю, насколько они значительные. То есть, например, проблема с крыльями. Она исчезнет, если эта фигурка будет просто стоять на полке. Если же в нее играть, то, возможно, это будет глобальный недостаток, что крылья у нее вываливаются. По поводу самого механизма и именно выполнения в целом фигурки. Это, конечно, один сплошной плюс. Потому что сделана она качественная. Она сделана достойно. И мне кажется, что даже лучше, чем многие остальные браконы от фирмы Playmobil. То есть, будто бы над Беззубиком и Ньюной Фурией особенно больше постарались, чем над второстепенными гигантами. По крайней мере, именно Беззубик и Ньюная Фурия, они классно смотрятся вместе. Как бы, если покупать Playmobil Беззубик и Playmobil Ньюной Фурии, вот они будут просто вот там вот классно сочетаться между собой. И выглядеть они вместе тоже будет очень клево. Ну, а этой фигуркой Ньюной Фурии, она подходит, мне кажется, именно к Беззубику из этой же коллекции. То есть, они прям похожи по стилю, они похожи по выполнению. Я надеюсь, что вам понравился этот видос, хотя он был такой очень разговорный. Ну, опять же, кому как. Кто-то любит, когда я болтаю, кто-то не любит. Так что, на этом всё. С вами была Лунная Дракониха. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного нового видео. Пока. Ну что, мы закончили? Да-да, пошли! Не туда! Пойдём! Всем пока! А я ухожу в свою пещерку. Ой! Я что-то не помещаюсь. Всё! Пока! Я ушла, меня не искать